Добрый день, дорогие друзья! Вот что вы чувствуете, когда видите такие кадры? Вот я лично чувствую злость, иногда ярость, всегда желание наказать преступника. Одновременно я чувствую некоторую беспомощность. Беспомощность, потому что не верю, что этот конкретный негодяй будет наказан. И не из-за того, что он в маске, или что его найти невозможно. Найти сейчас можно кого угодно. Уже есть один подозреваемый. Не верю, потому что эта система своих не сдает. Что бы эти самые свои не сделали, во всяком случае, пока всерьез не испугается. В рамках этой системы у полиции есть право бить беззащитную и несопротивляющуюся женщину. Потому что полиция не защищает граждан. Она защищает власть от граждан. И до тех пор, пока полиция выполняет эту функцию, она может делать что угодно. Поэтому уже заявили, что вычленный сотрудник ни в чем не виноват. Но не говорят, а кто тогда? Не знают? Чушь. Покрывают? Весьма вероятно. И поэтому сотрудники полиции, которые при задержании сломали ноги дизайнеру Константину Коновалову, тоже, вероятно, не окажутся под судом. Несмотря на то, что их лица и сам момент преступления зафиксирован на множестве фотографий. Они ведь приняли человека на пробежке за протестующего. А с протестующими можно делать все, что угодно. Лучше всего наше общее отношение к этому выразил отсидевший по болотному делу Алексей Полихович в своем выступлении на митинге на проспекте Сахарова. Я в ярости, потому что в Москве повторяется история, потому что в Москве снова какие-то люди в шлемах, доспехах, и теперь они надевают маски на себя, бьют безнаказанно людей. Ставший самым массовым за последние пять лет митинг на проспекте Сахарова принял резолюцию. В этом документе сформулированы законные, справедливые и обоснованные требования граждан к власти. И хотя эти требования – это весьма умеренная реакция на произвол властей, очевидно, что даже они не будут выполнены, и, скорее всего, даже частично. А это значит, что борьба продолжится. Борьба за свои права, за чувство собственного достоинства, за возможность чувствовать себя хозяином своего города, хозяином своей страны. К сожалению, эта борьба не будет безопасной. Захватившая власть, группировка так просто не уйдет. Слишком много для них на кону. Гражданам придется выходить на улицу, доказывать право на уважение, право на свою страну. А раз так, мы еще не один раз увидим на улицах наших городов двигающиеся шеренги космонавтов. Ребята, вы равняйтесь, за руки возьмите. Увидим произвол. Увидим нарушение закона и издевательство над гражданами. Правящая группировка будет сражаться за свою власть. И чем более массовым будет протест, чем более организованным и решительным будет гражданское общество, тем более жестокой и репрессивной будет реакция властей. А чтобы мы не могли видеть их преступления, они постараются закрыть все источники информации. Они уже пытаются. Роскомнадзор уже угрожает Ютубу мерами. За рекламу несогласованных акций. Вот это Роскомнадзор считает рекламой акции. Такие видео он хочет запретить. Мечта властей, чтобы мы были подавлены, испуганы, отрезаны от информации. И нам некуда было пожаловаться. К этому они идут. В этой ситуации огромное значение приобретает помощь и участие со стороны сил, находящихся вне сферы контроля российских властей. Именно поэтому я объявляю о создании рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. Цель этой группы – реализация мер по поддержке гражданского общества в России в борьбе за несменяемость власти, честные выборы, освобождение политзаключенных и за свободу слова. Группа будет оказывать поддержку политическим инициативам, направленным на решение указанных проблем за счет средств исключительно российских граждан, коим, к слову, я тоже являюсь. Задачи, на которых сфокусируется группа – экспертиза и возможная поддержка политических инициатив российских граждан в сфере конституционных акций прямого действия. Что значит прямого действия? Это митинги, шествия, пикеты и забастовки. Во-вторых, это внесение лиц, виновных в организации и участии в политических репрессиях, в список Шевченко по имени обвиняемой в сотрудничестве с нежелательной организацией активистки открытой России Анастасии Шевченко. С последующим обращением заинтересованные правовые инстанции для начала судебного и иных легальных форм преследования этих лиц. Судьи, прокуроры, следователи и полицейские сегодня еще спокойно принимают участие в политических репрессиях. Они почти уверены в своей безнаказанности. Мы должны убедить их в обратном. Эти люди нарушают права человека. Пусть каждый из них понимает, что ответственность – это не абстрактное понятие, а весьма конкретное, грамотно оформленное и подкрепленное доказательствами обвинительное заключение, которое просто ждет своего часа и обязательно дождется. Третье – это составление и принятие списка лиц, находящихся за границей по причинам преследования за правовые политические действия и оказание этим лицам правовой поддержки. Выдавливание активистов и лидеров протеста за границу – это сознательная и последовательная тактика властей. Часто люди вынуждены уезжать, спасаясь от сфальсифицированных обвинений или прямых угроз. Одновременно этих людей дискредитируют как прямые агенты спецслужб, провокаторы, прикидывающиеся политомигрантами, так и те, кто пользуется протестом как поводом для решения личных вопросов, на самом деле не находясь в серьезной опасности. Наша рабочая группа займется этой проблемой, так что, пожалуйста, обращайтесь. Важной задачей группы будет коммуникация с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса. Нам нужно создать атмосферу нетерпимости к нарушению прав российских граждан и предотвращение участия международных институций, ну или компаний в таких нарушениях. В какой-то момент у Гугла, Фейсбука или у Эппла, ну и у других глобальных компаний возникает выбор. Начать сотрудничество с каким-нибудь Роскомнадзором, с каким-нибудь Следственным комитетом или даже ФСБ или вступить в конфликт и потерять часть прибыли, но сохранить при этом приверженность с демократическим ценностям. Для нас всех будет очень важным, чтобы выбор этих компаний стал правильным. Образуемая группа по поддержке гражданского общества в России открыта для сотрудничества. Я обращаюсь к общественным деятелям, политикам, представителям гражданского общества в России и за ее пределами с предложением принять участие в работе нашей группы и с просьбой оказывать содействие в нашей деятельности. Наши шаги будут публичны и открыты. Единственное исключение – мы будем закрывать сведения о людях и обстоятельствах, способных подставить под удар режима российских политических активистов. Наша борьба за свободу, за уважение, за свою страну будет небыстрой. Но мы обязательно победим. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok